Так, значит, с этой машиной всё в порядке. Приём-приём, друзья, на связи Шедимэн, и, честно говоря, не ожидал вас увидеть прямо-таки в этом месте. Да, мы потихоньку начинаем готовиться к отъезду, правда, ту зелёную штуку, которую я вчера нашёл, пока что ещё Хантер взломать не смог. Но Резнов, конечно, задал, честно говоря, не знаю, что нас может ещё более шокирующего ожидать сегодня, но предчувство у меня явно направлено именно на это. А также, друзья, сегодня я бы хотел вам задать один интересный вопрос. Как вы думаете, как нам поступить? Отправляться на ковчег или оставаться в этом в бункере? Просто если мы останемся в этом бункере, то, по сути, нас когда-то взорвут, а в на ковчеге мы можем выжить. Друзья, пишите своё предположение в комментариях, а также обязательно не забудь поставить лайк, чтобы мы поскорее, если что, оказались уже на ковчеге. Всё, друзья, больше не буду томить ваши ожидания. Приятного вам просмотра, подготовьте чаёчек, потому что сегодня что-то, мне кажется, всё-таки произойдёт. Приятного просмотра. Кстати, нифига не подобного, даже никакого сигнала на рацию не поступало. Не вызывал. Я же знаю то, что вы все по ночам спите обычно. Шреди, нет, нет, какой переговариваться? Я тут засыпаю. Что, заняться нечем, что ли? Нет, никаких сигналов не было с моей стороны. Вы самая лучшая команда. Спасибо вам за всё. Этого не может быть. Этого не может быть. Так, снова. Ой, вернее, срочно, Хантер. А что, если оно действительно так и есть? Тогда ведь... Нет, у меня просто в голове это не складывается. Это просто невозможно. Это, конечно, у меня совсем сейчас безумные мысли в голову мою приходят, но... Это... Нет, это... Это невозможно. Это, честное слово, невозможно и... Ох, неужели мне наконец-то сон начал приходить? Хоть наконец-то я сейчас усну, а то эта ночь просто самый настоящий кошмар какой-то. То дух резного мне мерещится, как будто он по бункеру ходит и пытается со мной пораться и связаться. То ещё что-то... Ух ты ж, етишкин. Шреди, приём. Ну чё тебя долго ещё ждать? Мы тут осмоуком сидим. Ой, Хантер, извини, пожалуйста, чё-то у меня из головы совсем... ...вылетело из этих событий. Да, да, я иду, извини, конец связи. Ё-моё, из башки вылетело, действительно, я же сам Смоука позвал, а при этом пошёл к себе в комнату. Я же говорил, мне только начал сон потихоньку приходить. Ой, ладно, Вулфи, слушай. Видимо, сегодня ночью я и не посплю. Ты тут без меня не скучай и кушай, я тебе еды оставил, я скоро, если что, подойду. Ой, Вулфи, Вулфи. Это просто самый настоящий кошмар. Да, Хантер, Смоук, извините, пожалуйста, что-то у меня... ...как-то совсем меня уже в сторону куда-то повело в связи с этими событиями. Но что тут у нас, Хантер поведал всю Смоуку? Да, Шиди, я ему всё рассказал, но, честно говоря, Смоук и сам без понятия, что это за такой зелёный планшет и что с ним вообще можно будет делать. А ты уверен, что это как-то связано с ковчегами? Ну, насколько я помню, из информации, которая была в записке, это напрямую связано с теми самыми ковчегами, но при этом, откуда сам товарищ Резнов мог это знать и почему не говорил это нам, я без понятия, слушай, Смоук, погоди. А ты так случаем, ну, мало ли, не знаешь, кто такой товарищ Резнов. Да нет, ребята, вы что? Я же вот совсем-совсем недавно в вашей команде, если бы я действительно знал, кто это... Да нет, ребята, вы чё, бред какой-то. Не-не, честное слово, я вам сто процентов говорю, я не знаю, кто это. Ладно, предположим. Слушай, Хантер, у меня одна идейка тут. Возникло кое-что проверить, это, конечно, безумие. А что если Резнов жив? Ну, представь, только представьте. То есть, он говорит, что эти бандиты пришли именно за ним, то есть он не хотел нас подставлять к опасности. Но при этом, что если он имитировал свою смерть и на самом деле он живой? Шетя, ну ты как это представляешь? Ты что, не помнишь, тот день, когда мы все стояли возле Резнова, он же сам там лежал, как бы, мы его сами все лично видели? Да, Хантер, ну вот это да. Вот это я, чёрт возьми, я с тобой согласен. Но, понимаешь, откуда он мог знать, как бы всё это, это выглядит просто максимально странным. А, стоп, в эту зелёную штуку-то залезли в итоге? Нет, я говорю, не получается никак. Тут пароль какой-то стоит, и как её пользоваться вообще, и как координатор с помощью этого GPS-навигатора узнавать. Или что-то такое. Я без понятия. Ладно, слушай, Хантер, вы тогда со Смоуком посидите, подумайте, а я... У меня просто эта мысль сейчас из головы совсем не выйдет, если я это не проверю, ладно? Я сейчас подойду. Ну смотри, Джетя, аккуратнее, что-то мне как-то твоя активность больно не нравится. Смотри там, дел каких не учуди потом. Ты что, Хантер, ты что, ты что? Нормально всё будет. Короче, у меня какая мысль-то возникла? Сейчас я, наверное, соберу снаряжение, не знаю, правда, будет резкую или нет, но сейчас всё это дело решим. Короче, так, ладно, всё, первым делом сейчас собираюсь снаряжение, потому что это сейчас очень важно. Собрать снаряжение нужно будет прогуляться до одного интересного места на нашей базе. Так, и возьму я, наверное, на этот раз четыре магазина. Так, и один магазин у меня, в принципе, так и есть в автомате. Так, записку резного тоже пока что возьму с собой. Мало ли мне придётся почерпнуть какую-то информацию, но и бронированный костюм свой самый лучший я, наверное, тоже всё-таки пока что возьму, а свой камуфляжный вырублю. Если сейчас моя теория подтвердится, то это будет просто невероятно. В это просто будет невозможно поверить. Но с другой стороны, если же опять же эта теория подтвердится, то это будет просто очень круто, и у меня просто не будет слов, как ему это удалось провернуть. Но это всего лишь теория, так что сейчас можно всё это дело только гадать. Сейчас я, конечно же, сейчас пойду и проверю, сколько я раз уже сказал слово сейчас. Мне просто уже не рмётся, просто не рмётся туда поскорее отправиться. Так, на всякий случай две аптеки возьму. Более утоляющее, так, воды, ладно, не надо, и немного еды, наверное, всё-таки прихватить с собой тоже стоит. Так, наверное, ладно, возьму с собой вот эту морковь, консервированную. У меня, в принципе, такого количества, наверное, с собой уже и хватит. Так, автомандры, на дробовика, конечно, патронов у меня совсем не остаётся, и главное, чтобы оружие ближнего боя сейчас не забыть. Вот это самое главное. Всё, вулфе, я сейчас подойду, я всё это дело проверю, и как бы, ладно, всё будет в порядке. Будить, не будить леску, чё-то я, честно говоря, как-то без понятия. Она на самом деле сейчас тоже спит, она и сама на нашей базе недавно. Да и... Ладно, не буду. Не буду, пускай спит, короче, а то, мало ли что, я сейчас её с собой поведу, и с ней там что-нибудь непонятно ещё произойдёт. Мне это совсем не нужно. Так, я, наверное, сейчас даже выйду через этот основной выход, чтобы всё это дело точно проверить. Так, и, наверное, перед этим нужно узнать, как там дела на улице обстоят. Рядовой, приём, это я, Шеди, на связи. Как там на улице по зомбакам на нашей базе? Приём, Шеди. Да, слушай, набежал их, да и вообще, в последнее время что-то мне совсем не нравится, то, что их всё больше и больше с каждой ночью становится. Такое чувство, как будто бы этим зомбакам кто-то сказал, куда нужно идти и где мы находимся. И теперь постоянно их становится всё больше и больше. Понял, рядовой, слушай, я если что выхожу, если через какое-то время не выйду на связь, то вы там будьте бдительны, ладно? Мне тут кое-что срочно проверить надо. Шеди, может подождёшь до утра, или это совсем не втерпёшь? Это, это вопрос жизни и смерти, рядовой. Всё, конец связи. Ждать я не могу, ждать я просто не могу, но зомбаки действительно оборзели. Так, ладно, я сейчас вот этих отсюда уберу, потому что негоже, чтобы по нашей базе всякие тут заражённые люди, вот эти вот зомбарики, бегали. Нам это такого, конечно же, не надо. Так, сейчас я буду поэкономнее, конечно, относиться к этому, и главное, чтобы они меня не цепанули. Так, у вас тут трое только было, да? Там никого больше не осталось. Да, в принципе, под этой платформой точно больше никого нет. Ладно, всё, поехали. Погнали, посмотрим, что у меня сейчас всё-таки из этого выйдет. Вот, но если это выйдет, то я не знаю, я просто не знаю, это безумие. Это будет самое настоящее безумие, и, честно говоря, мне уже немного становится страшно, если у меня действительно получится сейчас это сделать. А что интересно будет, допустим, ладно, если мы найдём даже и координаты этих ковчегов, ну, найдём их, ладно. То есть мы оставим свою базу, на которой мы же выживали очень-очень много времени, просто так погибать. А что если мы не доберёмся до ковчегов и без базы останемся и без ковчега? Что тогда? Но с другой стороны, если до сих пор ещё не существует никакой официальной вакцины, а вот от этого зомби-вируса, который проботил, получается просто, наверное, 99,9% всего человечества, видимо, нам только и остаётся, что добираться до ковчега, да и тем более, если сам Смоук сказал, да, действительно, то, что земля в любом случае будет атакована с помощью ракеты и выжжена до самого пепла, то нам действительно остаётся только пробовать добраться до этих самых ковчегов. Остаётся, конечно, только узнать, где они, но я надеюсь, что сейчас у нас это дело точно получится. Блин, чёрт, я до того места никак не дойду, если я тут буду со всеми... Ух ты ж, нифига себе, как я почуял. Я просто сейчас каким-то правым своим плечом почувствовал то, что зомбак наступает от меня именно с правой стороны. Так, ладно, всё, сейчас я добегу. Наверное, на самом деле, по-хорошему бы куда-нибудь на более-менее высокое местечко сейчас залезть бы. А на самом... Нет, ух ты ж, ё-моё, я хотел в это здание хотя бы временно спрятаться, но, видимо, не получится. А что, если куда-нибудь... Сейчас я вот сюда попробую вот так вот временно запрыгнуть, и, если что, наверное, сейчас всех зомбаков на себя переманить. Да они, вроде бы, даже и особо на меня даже никакого внимания действительно не обращают, когда я нахожусь достаточно высоко. Видимо, им совсем уже становится лень поднимать свои шеи, но это и ладно. Но только... Ух ты ж, залез? Да ладно. А, я понял теперь, как он залез. Я бы, в принципе, наверное, тоже так смог сделать. Так, ладно. Всё, вот оно, то место. Короче, у меня сейчас просто безумная идея. У меня просто безумная идея. Я понимаю, что это, с одной стороны, делать совсем... Совсем дико. Так, сейчас я только вот с этими негодяями тут разберусь, потому что они мне совсем покоя не дадут, если будут постоянно у меня над душой стоять. Так, да проваливайте вы уже, наконец-таки, отсюда. Да тебе, гадина. Зараза ты такая, как только с вами справляться-то тут со всеми? Так, как же хорошо то, что я топор-то свой взял. Буквально два удара по голове, и, в принципе, от зомбака больше ничего не остаётся. Ну что ж, ладно. Приступим. Была не была, но мне, наверное, придётся сейчас это сделать. Короче, я понимаю, что это самое настоящее безумие, но чтобы мне проверить свою теорию, мне действительно сейчас придётся это сделать. Чёрт вы, зомбаки, да отвалите же вы уже, наконец-таки, от меня. Блин, на тебе. Короче, я хочу раскопать то место, где сейчас в теории лежит Резнов. Но, как бы, если он до сих пор там, короче, проверим. Сейчас мы это дело проверим. Так, сейчас немного это место подсвечу. Ух, ну что ж. Сейчас наступит тот самый момент истины. Если бы его сейчас там не окажется, то я просто сейчас не знаю, что это тогда произойдёт. Что? Нет, нет, нет. Я отказываюсь в это верить. Я в вашу дивизию отказываюсь в это верить. Что это? Что это? Как? А, может быть, его как-то через землю кто-то вытащил? Или что это в вашу дивизию? Я сейчас... У меня просто мурашки по коже. У меня просто мурашки по коже от того, что я сейчас вижу. Так, ладно. Там какая-то записка ещё на дне. На дне лежит. Я не верю. Я в вашу дивизию просто не верю. Это невозможно. Это невозможно. Это в вашу дивизию. Я ещё раз тысячу раз повторю. Это невозможно. Важно. Что это за ещё такое важно-то? Его точно здесь нет? Его точно здесь нет. Как он это в вашу дивизию сделал? Или, может быть, тогда и вовсе не товарищ Резнов был? Ну-ка. Так. Я точно знаю, что кто-то из вас сейчас это читает. Всё это выглядит крайне странно и невозможно, но я жив. Он жив? Что? Не спрашивайте, как я вылез отсюда. Мне нужно было создать видимость, что я погиб. Чтобы и те люди в масках в это поверили. А нужно это было вот для чего. На востоке есть ковчеги. Вам нужно туда. Я вам оставил координаты в своей комнате в зелёном планшете. Это тот самый планшет, который я нашёл вчера. Пароль от планшета, видимо, 6531. Надеюсь, вы доберётесь. Поспешите. Только не пытайтесь со мной связаться. Я буду ждать вас там. 6531. 6531. Он жив. Товарищ Резнов жив. Он жив. Это просто... Я не знаю, как это описать. У меня просто невообразимое чувство, как будто бы я... Как будто бы я просто... Да и это, по сути, и есть. Я такую информацию только что узнал. То, что... Так, ладно. 6531. Господи, я не верю. Я не верю в это. Приём, Хантер. Это я, Шэдди. Вы сейчас просто все в обморок попадаете от той информации, которую я вам сейчас пришлю. Короче, этот пароль от планшета 6531. Прямо сейчас попробуй его введи. Хантер, попробуй. Так, Шэдди. 6531. Твою дивизию, как ты это сделал? Хантер, сядьте. Слушайте меня внимательно. Резнов жив. Я... Это не бред. Я сейчас нахожусь на том месте, где мы его когда-то как бы похоронили, но... Тут его нет, и на его месте лежала записка. Короче, он знал про эти ковчеги, понимаешь? Он знал про эту информацию и сделал видимость того, что он якобы погиб. Чтобы те бандиты потом за ним никак не побежали. То есть, понимаешь, он сейчас наш... Ждёт прямо там. Только сказал, чтобы мы с ним ни в коем случае никак не связывались. Ёперный театр, Шэдди. Что? Что, прости? Я отказываюсь в это верить. Это просто невозможно. Как он мог оттуда вылезти? Это невозможно, когда человека закапывают, а потом при этом его полностью закрывают. Ну ты сам подумай. Хантер, я уже думал. Просто поверь, прими. Нам нужно... Отправляться в сторону ковчегов. Ты же только что сам получил этот пароль. Я же не мог его только что сам придумать из своей головы, чтобы он моментально сработал. Ладно, Шэдди. Мы со Смоуком разберёмся. Спасибо тебе, господи. Он жив. Он жив, я не могу в это поверить. Он жив. Правильно, Хантер. Да, Хантер говорит всё правильно. Есть. Есть. Я не знаю, почему меня оснило именно в эту ночь. Почему именно в эту ночь я почувствовал то, что мне нужно что-то сделать. Я не знаю, как это работает. Так, ладно, я, пожалуй, пойду ещё раз осмотрю то место, куда упал самолёт. Потому что, мало ли что, может быть, мне и ещё что-нибудь важное сейчас получится там найти. Заодно и пока что подзачищу вот это всё большое количество зомбаков, которые просто запланили нашу базу. Жалко, конечно, покидать с одной стороны нашу базу, но нам, видимо, всё-таки как-то придётся сейчас это сделать. Потому что, если мы поступим как-то иначе, просто останемся здесь, то мы будем просто-напросто в безвыходном положении. Какой ты быстрый. Какой ты твою ж дивизию быстрый. Так, получай, получай. Так, со спины нет никого. Нет, со спины никого нет. А как? Чё это вы там в здании-то запёрлись? Чё-то я, честно говоря, не помню, чтобы вы когда-то в последнее время там прятались. Но, ладно. Так, стоп, а где это? Та самая штука, в которой печатные плиты лежали, когда мы с леской нашли вот это место. Куда эта штука подевалась? Леска же не могла на спине такую пандурину отнести, и я её тоже с собой не брал. Стоп, что-то здесь вашу дивизию не чисто. Либо Тимофеич вышел, возможно, в эту палатку всё положил. Либо, я не знаю, либо... Да нет, это на самом деле было бы странно, если бы он действительно всё это дело положил в палатку. Да, тебе получай. Стоп. А это что ещё там такое на втором этаже? Так, главное не подавать виду. Главное не подавать виду. Там же человек на втором этаже стоит. Он за мной следит. Он следит за мной. Так, ладно, сейчас я якобы вот так вот лёг, тут что-то обронил, пытаюсь найти. Так, это же тот самый бандит, он тоже в маске. Тот, что и с Зарезновым пришёл. Так, ладно. Как будто просто осматриваю автомат, я ничего не делаю. И потом резко вон туда тебя вот так вот, зараза. Ты такая. Целый магазин. Всё, по-моему, я попал. По-моему, я его ликвидировал. А что он только что интересно делал на нашей базе? Неужели он утащил куда-то к себе вот эту здоровую штуку с того самого самолёта? Так, иди отсюда за бятина. Господи, что происходит? Я не понимаю. Происходят просто какие-то самые настоящие необъяснимые вещи. Так, сейчас мы всё это дело, конечно же, проверим. Так, на тебе. Ух ты ж. Нифига, вас тут много. Ладно, ребята, я понял. Я понял, я не хочу никаких проблем. Я не хочу проблем отвалить от меня, пожалуйста. Просто, пожалуйста, от меня. На тебе. Отстаньте. Так, сейчас я вот эту кучу зомбаков тоже, пожалуй, ликвидирую. Блин, всё, у меня все патроны на дробляке уже кончились. Опа. Да и на самом деле, то, что мы должны уйти с базы, это ещё можно объяснить тем, что у нас как бы и так, и так, потихоньку начинают заканчиваться патроны, а мы и так уже все ближайшие города обыскали, и тут вообще ничего даже и нет. Смотрите-ка, какой умный нашёлся. А он даже за собой вот эту книжную полку поставил на лестницу, чтобы зомбаки его никак не достали. Нифига себе, конечно. Так, что у нас здесь такое? Тут больше никого точно не было. Так, вот он. Вот он тут самый лежит. Эй! Бандосина! Куда ему попал-то? Тут даже крови, по-моему, нет. Но, по-моему, уже точно от того нет. Так, что у тебя здесь? МРЕшки, получается, сухой паёк, магазин, автомат, осколочная граната, битьевая вода и какая-то USB-флешка. Какая-то USB-флешка, но при этом у него нет той самой детали, которая была возле вертолёта. Чёрт побери, а что ты тогда делал здесь? Кто такой-то вообще? И главное, как ещё умудрился пролезть-то на нашу базу, то есть они, видимо, знали то, что у нас на дозоре Стеф и рядовой находятся. Да, пора с этой базы точно валить, здесь совсем небезопасно. Ой, чёрт, что это такое? Пожалуйста, только не говорите мне то, что у меня сейчас ещё и гигант по мою душу только что пришёл куда-то сюда. Нет. По-моему, у меня показалось, либо же... Стоп. А это ещё что такое там? Нет, пожалуйста, не надо. Чёрт. Прямо сюда смотрит. Твою-то дивизию так. Ладно, план Б. План Б. Я помню то, что отсюда можно было как-то выйти, только я никак не выйду. Тут дверь под замком. Блин, чё делать-то? Чё делать-то я отсюда? Ведь реально никак у меня выйти даже не получится. Так, ладно. План Б. Я помню то, что здесь где-то была... Так. Ой, конечно, это громко всё, стёкла бить и тому подобное, но... Я помню то, что здесь какой-никакой, но всё-таки был выход. Тут можно было куда-то в сторону фонтана спрыгнуть. Если, конечно, вот сюда, вот на эту лестницу залезть и примерно... Вот так вот. Вот отсюда потом всё это дело обойти. Так, главное только чтобы на меня эта гигантина не обратила никакого внимания. Нет, зомбак, пожалуйста, отойди от меня. Пожалуйста, отвалите пока что от меня все, потому что мне не надо, чтобы вы сейчас привлекали внимание. Меня этот гигант сейчас просто-напросто спалил. Так. Не видят? Не, по-моему, пока что убежал. Пока что он куда-то убежал. Так, ладно. Сейчас я отнесу эту флешку назад к Хантеру. Они там со Смоуком всё это дело посмотрят. Видимо, совсем скоро. Возможно, даже уже прям-таки завтра нам придётся собираться из этого бункера. Я не знаю пока что как мы будем это делать. Кстати, у нас же вертолёт есть, в конце концов. Точно. Из головы вылетело. Действительно. Вертолёт. На вертолёте, в принципе-то, и до ковчегов, наверное, можно будет добраться. Главное, чтобы только патронов хватило. А патронов, мне кажется, у нас точно хватит. Ну, сейчас, наверное, леска проснётся, как я ей это всё дело расскажу. Она, наверное, просто в это всё не поверит. Да я ещё и сам до сих пор не верю, что товарищ Резнов жив.